Мы должны с вами себе представлять, что когда мы говорим о египетской религии, те объекты, которые называются богами, или те явления, которые связаны с ними, воспринимаются как данность, существующая независимо от того, понимает её человек, не понимает, воспринимает или не воспринимает. Вопрос в том, как человек может с этим жить. Если он с этим жить не может, то если он не найдёт выхода из положения, то, собственно, будет и система исключён. Поэтому представления об этом возможном исключении, они есть всё время. То есть они всё время присутствуют в сознании вот этого жителя Египта, Месопотамии, любой другой страны, которая так или иначе связана с этими представлениями о глобально происходящих процессах. Строго говоря, понятно, что и последующие религии не сильно от этого всего отличаются. Мы с вами рассматриваем в данном случае древние, поэтому здесь эти правила действуют практически безусловно. Египетские боги очень многочисленные, их действительно фактически невозможно посчитать. Причины разные. Ну, во-первых, потому что существуют местные всякие культы, которые могут быть сезонного характера, могут быть территориального характера, могут быть племенного характера, а могут быть индивидуального характера, что вообще особый случай. И здесь в своё время исследователи много там всякого разного понаписывали про ранние формы религии, про разные фетиши там и другое всё, что там к ним прилагается. То есть веры в духов, тотемы разнообразные. Это всё красиво, но это всё имеет малое очень отношение к религиям. Во всяком случае, вот периода, когда мы можем зафиксировать существование древнеегипетской религии или как элемент какой-то, возможно, это имеет смысл. Но вообще в чистом виде это так не существует. Когда европейцы разделяли или начали разделять египетских, скажем, богов, в данном случае египетских, на каких-то старших, младших, ещё чего-то, они применяли там не египетские правила. Поэтому, конечно, когда разбираешься в египетских реалиях, существует немалая проблема того, что восприятие это, оно опосредовано, то есть между нами, воспринимающими то, что мы видим, и тем, что нарисовано, стоит некая система знаний, которая не связана с египетской традицией, а является результатом усмысления кого-то другого, находящийся не в нашей культуре и не в египетской. Это касается многих вопросов истории вообще в целом. То есть проблема придуманной истории, это, наверное, большая проблема, и не для вас она сегодня, наверное, не для этого нужны подобные занятия. То есть почему та история, которую мы изучаем, зачастую является придуманной историей, которая имеет очень мало общего с тем, что мы можем подтвердить на уровне доказательств. Так вот, что касается восприятия египетских реалий, то, конечно, очень многое было сделано именно через европейское восприятие этой религии 18-го, особенно 19-го века, когда какие-то египетские реалии воспринимались через библейские, причём ещё пропущенные через призму, скажем, просвещения эпохи, когда считалось, что высшей формой осознания реальности может быть разум. Существенный момент, то есть считается, в этом смысле считалось тогда, и 20-й век всё время пытался человека в этом убедить, что разум есть высшая форма осмысления реальности. И, несмотря на то, что, конечно, ни один серьёзный специалист по истории религий вам не скажет, что такой тезис можно абсолютизировать, сегодня, во всяком случае, много лет считалось, что не просто можно, а нужно. То есть, грубо говоря, если мы рассматриваем древнюю религию, то это в результате, то есть всё, что они там себе представляли, это результат малых знаний, заблуждений и плохого образования. Вот мы сейчас, так сказать, на некоторых примерах рассмотрим, насколько это соответствует тому, с чем мы имеем дело. Значит, вот культы, которые известнее всех других, это культы государственные в Египте. То есть, существовали такие культы, которые связаны были с государственным аппаратом и с теми государственными институтами, которые существовали в древней стране, которые мы рассматривали в прошлый раз. Это не только культ самого фараона, и, может быть, не столько культ самого фараона, хотя и в самом культе фараона есть вот эти элементы которые четко нам укажут на вот связь с тем запредельным которое воспринимается как совершенная реальность египтянами прежде всего это вот боги государственного культа то есть те которым почести воздаются на общеегипетском то есть политическом поле то есть там где либо фараон выступает верховным жрецом либо существует государственный культ на уровне там родом а фараона прежде всего мы должны с вами понимать что каждый из царей египта имел какое-то свое происхождение и по традиции царский род всегда имел бога с которым они связывались в качестве своего прародителя зависело это от того откуда происходил царский род но если в самом общем виде представлять это в самом известном варианте в новое время когда в новом царстве египта существовал скажем 18 династия которая безусловно являлась фиванской то в качестве такого бога прародителя выступает бог омон таким образом вот этот самый бог омон он выступает в качестве отца такой специфическая штука когда каждый фараон из этой династии прежде всего относятся к этому богу воспринимает его как отца прародителя и культ связан в том числе с родовыми традициями династии в данном случае 18 например династии которая прямо связана с амоном фиван вторая подобная ипостась это бог ра который с 5 династии закрепляется в титуле фараона в качестве отца то есть официальным среди пяти членного официального титула царя есть формула называется сын ра поэтому неудивительно что длительное правление династии какого-то бога то есть связано с какими-то богу с каким-то богом как прародителем сливает его имя этого прародителя с именем бога ра и очень часто выступает появляется пара вот самая известная пара как раз амон ра связанной с 18 династии потом из 19 династии когда фактически сын амона и сын ра воспринимается то есть является одним и тем же человеком и в силу этого обстоятельства египтяне не воспринимают двух богов как двух разных отцов одного и того же царя причем здесь надо понимать что речь идет о том что он считается одинаковым отцом для каждого представителя династии независимо от того в каких отношениях они между собой состоят это еще одна специфическая такая штука когда в данном случае род выступает качестве субъекта самостоятельно то есть каждый входящий в этот род является равным сыном богу независимо от того в каких какой степени родство он состоит с другим представителем этого рода там отец сын внук там как угодно при этом он все равно является и каждый из них является одновременно сыном этого самого бога как порождение и в этом смысле вот омон сына монара это одна такая ипостась но правда в истории нового царства есть одно исключение когда титул был двойной но и прижал одному человеку но звучал иначе дочь омона и сын ра вот такая ситуация то есть вы должны себе представить что это такое это во главе египта стоит человек который одновременно носит титулы дочь омона и сын ра понятное дело что это женщина по происхождению своему конечно она дочь омона они сына моно но по должности она царь египта и сын ра справедливости ради должно сказать что таких титулов в египте в чистом виде больше не было правда было еще несколько случаев есть когда похожая ситуация есть когда женщина носит одновременно и женские мужские титулы но чтобы так явно это только хатшип суд существует в связи с этим вот с такими культами существует специальный обряд который или существовал правильнее сказать египте который связывал вечно существующих богов с конкретными людьми в лице правителей египта каждый новый правитель когда приходил к власти в части интронизации его то есть вступление в царскую должность был ритуал который связан был с поклонением особым поклонением богу который является его прародителем то есть вот в честь омона фиванская династия устраивал специальное шествие кстати сказать вот во время такого шествия одного из таких шествий когда после смерти тут масса первого за ним и тут масса второго регентом при малолетнем тут массе третьем стала царица хатшип суд очередном почитании прародителя династии амона торжественно встречаемая царской процессии статуя наклонилась или вернее правильнее сказать поклонилась царица после чего жрецы однозначно пришли к выводу что понятное дело амон признал ее равной но это только в одном случае может быть если она царь египта то есть равная богу может быть только в одном случае если это бог сам то есть то сам бог это только царь египта посему она стала царем и продолжала быть царем довольно долго ну то есть до самой своей смерти значительно пережила тот возраст когда наследник тут масс 3 мог бы стать правителем полноправным гораздо дольше правило чем нужно было бы если бы направила только как регент это вот такая специфическая штука когда существует вы должны себе представлять что такое существует воспринимаемая обратная связь когда какие-то проявления богов определяются как знамение в реальном времени то есть в настоящем бытии не где-то там как попало а в настоящем бытии то есть они реагируют на это как на сиюминутное происшествие как теперь бы сказали ну чистый real time да еще с интерактивным в интерактивном режиме то есть совершенно нормальная ситуация если статуя там или есть статуя наклоняется значит это приветствие оно не воспринимается как опосредованное тут дело не только в идеологии дело в том что существует действия которые они воспринимают в качестве прямых действий также как разлив нила еще один царский культ который вообще говоря не является строго говоря государственным это культ хаппи хаппи это нил я уже говорил свое время это бог нила который разливается разлив нила официально в египте объявляется фараоном вот представьте себе картину что фараон выходит на берег и объявляет то есть дает официальное разрешение приветствие нилу на разлив но мы понимаем с вами что вряд ли речь идет просто прямой магическом действий когда слово порождает разлив само по себе то есть резонирование происходит некоторые до такого представления не было я уже кажется говорил один раз здесь но не боюсь повториться тем более что многие из вас все равно этого не слышали это не попытка дать реальное разрешение это попытка присоединиться к определенному процессу который вообще говорят людей не зависит но усилиями фараона получается что люди в нем принимают непосредственное участие вот это вот приветствие разрешение разлива означает что люди сопричастны к этому действию в лице фараона как представителя всего египетского населения они приветствуют это действие вовремя и тем самым дают понять хапи что они заинтересованы в ее в его действиях у них есть не просто личный интерес есть необходимость в этом действии и это необходимость положительного характера это при том что разлив нила как вы понимаете мог быть и стихийным бедствием при желании если нил поднимался выше чуть до отметки 14 метров от нулевой точки то конечно начиналось наводнение при всем при этом это тоже воспринималось как реакция бога то есть прямая реакция бога на определенные действия здесь мы имеем дело с вот прямыми ответами на на конкретные действия человека то все это воспринимается как реальное взаимодействие с богом повседневное это не тот случай который обычно представляют себе когда говорят о богах христианстве что здесь там какие то есть внутренние отношения там духовные контакты между богом и человеком нет перед нами здесь другая ситуация это взаимодействие с субъектом или взаимодействие с кем-то кто понятное дело гораздо сильнее тебя от тебя никак не зависит но ты от него зависит это представление о полной зависимости от богов это типично египетская то есть не только египетская но в том числе и типичное египетское явление отсюда и такое количество богов в какой-то степени которые фактически присутствуют во всех сферах и в виде проявлений в том числе здесь надо понимать что когда говорят вот а боже об обожествлении всяких разных объектов в египте например но божественный крокодил я надеюсь что все вы представляете это замечательное животное в большой дружественности в отношении человека и вообще в какой бы то ни было связи между ним и человеком крокодила заподозрить трудно то есть хозяйственное значение крокодила в древнем египте как вы догадываетесь невелико то есть она никакое на мясо крокодилов не разводили кожи крокодилов во всяком случае сколько мы знаем сколько нибудь репрезентативно не выделывали ну то есть это не нормальная ситуация была а что было были личные что ли вольеры то есть вольеры где держали крокодилов в домах в качестве не домашнего животного разумеется а в качестве такого домашнего святилища когда крокодила содержали и ухаживали за ним так как если бы например стояла божественная статуя то есть только статуя была живая представьте себе что у крокодила было у таких крокодилов была не только персональная прислуга мы за ним закрепленная которого там чистила кормила еще и были ювелиры которые специально изготовляли украшения для крокодилов то есть и это имело смысл в качестве профессионального занятия понятно жить ювелиры не только крокодилами там занимались но тем не менее были специально существовали специальные украшения для крокодила то есть вот такая специфическая ситуация когда животное почиталось как объект связанный с богом непосредственно то есть также как например божественная статуя или там какой-либо божественный объект и потом разлома например какого-нибудь или там дерево обожженного молнии примером где-то в какой-то части мира фактически считалось что в каждом подобном животном существует какой-то элемент который является проявлением сущности бога поэтому очень часто животные были связаны с богами нельзя считать что это прямое воплощение как когда-то считала что вот например сокол это воплощение бога гора прямое это не совсем так это не прямое воплощение но гор является частью вот это вот частью сокола или правильнее сказать сокол является каким-то отражением зеркальным но пусть плоским да то есть если объект многомерный то ложка и плоское изображение не соответствует объекту но тем не менее она с ним связано вот так же сокол связан с богом гора это царская птица в нем есть компонент который связан с божественной сущностью не соответствующие отношения это же касается и скажем ибиса поклонение ему как объекту связанному с богом то там тот это бог письма и бог мудрости которого вообще в древности воспринимали по-разному очень то есть считала что египетский тот этом носитель тайного знания почему его связывали с иероглификой созданием шубок тот создал иероглиф египетскую письменность и на этом было основано само название греческой хирос глифа с тайный знак его нельзя прочитать его в принципе нельзя прочитать с точки зрения греков потому что это божественная мудрость и можно только постичь через божественное откровение жрецы то то это не те люди которые учат грамоту с этой точки зрения там или учиться читать и писать это те которые изучают специальные спиритические там разные другие медитативные практики в результате которых они в состоянии усвоить это поэтому считала что египетская иероглифика это не просто письменность или скорее даже не письменность это изображение каких-то магических символов потому греки назвали его гирос глифос трудно сказать как вообще вот это воспринималось насколько глубоко греками здесь мы зачастую имеем проблему как раз уже на раннем этапе потому что название гречески как правило для египта не показать мне уже говорил не раз здесь многие названия которые мы знаем связаны с греками больше чем с египтянами и это есть результат отражения скорее греческого сознания чем египетского то есть то как это видели греки но это совершенно не обязательно связано с тем что египтяне это воспринимали хотя бы похоже на то как воспринимали это греки понятное дело что египетская иероглифика это письменность и понятно что они использовали ее для письма в разных целях в том числе и повседневной жизни но правда это что греки не совсем лукавили когда говорили о тайных знаков то есть не совсем ошибались здесь есть одна особенность которую мы тоже должны понимать здесь древнегреческой с древнеегипетской религией письменность с точки зрения египетского сознания являлась средством общения между этим миром и всеми остальными между реальностью и нереальностью то есть нельзя разговаривать с мертвым нельзя давать мертвому советы в реальном времени но ему можно дать письменную инструкцию эту письменную инструкцию он сможет прочитать когда окажется там это существенный момент который мы тоже должны себе представлять в этом смысле египетская иероглифика всегда выполняла роль общения с теми кто ушел и способом передачи информации за грань повседневной жизни то есть реально биологического существования каждый египтянин хорошо себе представлял что с помощью правильно написанного текста то есть который будет написан по тем правилам которые установили боги а бойки как вы понимаете не имеют барьера реальной жизни то есть они существуют везде одинаково вот если правильно написать текст его можно одинаково прочитать одинаково понять и в этой жизни в любой другом существовании в том числе в загробном мире они будут восприниматься одинаково поэтому тот это носитель тех самых знаний которые имеют универсальный характер все космически независимо от формы существования это немного странно для нас по восприятию но представьте себе что вот то что мы называем египетской книгой мертвых то есть хорошо известное произведение надписи на гробницах пирамидах в саркофагах там еще где-то мы воспринимаем их как некий мать кило хотя по сути своей из большего несмотря на то что строю и конструкции этих текстов по конечно магического характера это прямое обращение к тем которые находятся с той стороны то есть вот человек когда умирает он попадает в потусторонний мир но и там для него единственным способом правильно себя повести то есть сделать то что от него требуется выполнять правила богов находясь за гранью реального сознания единственный способ это как раз читать то что написано поэтому надписи делались внутри саркофагов представьте себе что вот есть мумия внутри саркофаг весь исписанный саркофаг закрытый зачем кому это надо надо мумии когда она туда попал дверь закрыли она туда попала то есть сверху саркофаг накрыли мумия ушла в иное царство я по моему об этом говорил прошлый раз если если не ошибаюсь то вот с этого момента начинается пребывание которому нельзя обратиться в устной форме просто нельзя взять и сказать там как-то пытать совет человеку и он оттуда не может его задать этот вопрос то есть это получается кто-то находится вне зоны доступа вот ну я не думаю что это то же самое что например положить сегодня в гроб мобильный телефон то есть так это воспринимается но здесь предусматривалась двухсторонняя связь то есть эти знания могли использовать покойники то есть во всяком случае вполне вполне осознанно то есть это были главные рекомендации потому как они должны были себя вести с той стороны поэтому в этом смысле письменность всегда воспринималась как такое универсальное средство которые выходят за пределы человеческого бытия вот это тоже тот самый элемент религиозный который мы должны себе представлять представление об этом вот о том что такое боги и как это работает она для египтян и как и для многих древних народов было совершенно реальным сиюминутным действием то есть не существует разрыва между тем и этим миром с точки зрения вот каких-то общих процессов вообще процессы протекают независимо человек находится в определенных условиях то есть он поставлен в какой-то сектор то бытия но и при смене состояния то есть при переходе в другой мир человек приобретает другую форму там другой форму бытия другую форму сознания но общее правило в том числе и правило египетской письменности не не меняются они остаются такими как есть все то что написано древней египетской религии она имеет какую-то такую зачастую однобокую конструкцию о том что это даже не то что заблуждение а просто какие-то фантастические представления непонятно о чем там о лучшем мире вот это опять такое специфическое позднее европейское что ли восприятие о загробном воздаянии например то есть да в египте есть идея загробного воздаяния когда на суде осириса выносится решение что с ним делать дальше то есть когда покойник то попадает осирис решает конце концов что с этим делать как будет себя вести умерший дальше но это не только загробное состояние это представление о том что бытие гораздо шире чем сиюминутная жизнь и процессы происходят независимо от того воспринимаем мы их видим или нет очень многое существует и большинство того что происходит существует за рамками человеческого бытия и когда человек с этим соприкасается он должен соприкасаться с этим таким образом чтобы не попадать в противовес или не вступать в противоречие с этим процессом это очень трудно это как если вы вы находились представьте себе что вы стоите на плоту посреди океана и пытаетесь подстроиться под то как ведет себя вода океанская то есть предугадать волну например или там какое-то течение которое под вами находится или там выплывающий языке она там рыбу представить себе что это то что будет на следующий момент и как вы должны на это среагировать и на каждое вот это явление океанская то есть которое вы наблюдаете у вас должен быть соответствующий рецепт того как вы должны себя вести для того чтобы не вызвать у океана негативную в отношении вас реакцию потому что как вы понимаете океан сильнее вас и он отлично останется существовать даже если вы там в нем утонете или каким-то образом вас съест акула например вот абсолютно похожая ситуация то есть вот представили себе вот этого человека на плоту посреди океана вот такая ситуация вот в этих древних религиях в том числе у египтян отсюда вот это специфическое отношение к египетским знаниям то есть много знали но очень много из этих знаний опять-таки связано с попыткой установить вот эти закономерности которые не столько практического характера как некоторые писали что они были там прагматиками но в конце концов теперь уже не считают что египтяне были уж такими жесткими прагматиками делали только то что им нужно но мы с вами конечно понимаем что какой же тут прагматизм может быть если люди строят пирамиду с какими практическими соображениями может соприкасаться строительство пирамиды хеопса то есть в каких практических целях люди могут такое использовать в хозяйственных например мне однажды понравилась фраза такая которая была сказана конечно в шутку но в ней есть определенный смысл то есть значение пирамид хеопса хозяйственное можно расстоять то есть рассматривать в части того что египтяне разводили пирамиды такое разведение пирамид была особенностью хозяйственных занятий египтян правда нет хорошей жизни от того что просто нечем было заняться то вроде как коллекционирование марок но тем не менее вот пирамида сложнейшая конструкция которую построите сегодня мы в общем не в состоянии толком поэтому тут есть еще один замечательный тезис о том что чем больше ученые изучают пирамиды тем больше понимают что они были построены в будущем тезис очень простой есть специфическое такое представление об исторических так сказать закономерностях некоторые явления в истории появляется только после того как появляется соответствующая технология поскольку технологии строительства пирамиды у нас нет и сегодня она появится только когда она появится когда появится на пирамиду и будут построены прошлом но это опять из к вопросу о так называемой рационализации этих вещей то есть если так это делать поэтому египетские знания зачастую они направлены были не настолько на какие-то решена как на какое-то решение практических задач или его решению каких-то принципиально жизненных для них вот непосредственно для человека вопросов конечно пирамида она ясное дело сооружается не для этого это же касается строго говоря и лабиринтов то есть лабиринт древний египетский лабиринт огромное сооружение включавшие в себя и пирамиды усыпальницы среднего царства и царский дворец и резиденции представителей разных номов при царе и много чего там еще от с тайными ходами всякие разные хранилища все это вместе было объединено в один комплекс поэтому непонятно что там кто там кого достроил или не достроил понятное дело что мы этого в ближайшее время всяком случае не узнаем и можно ли было воспринимать некий такой объект законченный то есть могли ли они чего достроить в принципе в таком виде но подобное сооружение конечно диктует необходимость больших знаний больших знаний с точки зрения геометрии с точки зрения механики особенно статики а вот с точки зрения сопротивления материала с точки зрения собственно архитектурных каких-то правил понятно что для того чтобы построить пирамиду надо этими знаниями обладать дело не только в том что пирамиды строго ориентирована по сторонам света египетские пирамиды 4 династии очень точно ориентированы по сторонам свет точность с трудом достижимая и современном мире то есть там с помощью лазерно-спутниковой навигации можно поставить конечно объект с такой точностью собственно как и были замерен замерена точность пирамид как делали это египтяне конечно совсем не очень понятно и зачем они это делали тоже непонятно для чего это же касается и работы с сооружением самих объектов выбор формы объекта одно можно сказать точно что размер объекта конечно связан с со значением который мы объект это который объект этому предавался если получилось в результате свои задачи они решили все боится времени а время боится пирамид и несмотря на всякие разные поползновения археологов черных копателей любителей древности пирамиды очень трудно растаскать по камням и пока мест существенных попыток в большинстве своем в отношении великих пирамид просто не делалось то есть не было попытки и разобрать на сувенир большие куски как вы заметили две с половиной тонны кусок это многовато большое количество всяких разных статуй разнообразных сделанных требует тоже в общем знание не только пропорции человеческого тела и нечеловеческого заметив животного там всякого разного но и правила там всяких разных изобразительных мотивов которые дают возможность визуального восприятия то что в европе появляется во времена эпохи возрождения независимо от того как относятся в истории искусства к египетскому архитектурному стилю и к этому восприятию мы можем сказать совершенно точно что кроме анатомических знаний которые у них были в силу мумификации велики вся египетская медицина по большому счету это патологическая анатомия прежде всего есть много такого что имеет опять-таки отношение к математике и к физике в том числе и правила там сказать сочетание элементов которые используются в скульптуре и в архитектуре чтобы они грубо говоря не падали и друг друга не разрушали ну разумеется то есть про египетскую медицину я говорить особенно не буду я думаю вы сами себе представляете чем мы имеем дело то есть мумификация тотальная мумификация приводит к тому что знание анатомии в египте человеческой в том числе и не только человеческой анатомии являются безусловно выдающимися причем египетская медицина она конечно была направлена не только на мумификацию на лечение в известной степени то есть с большим успехом уже в среднем царстве появляются медицинские папирусы появляется система диагностики появляется решение того как принимает тот или иной врач какие-то меры по борьбе с болезнью существует специализация врачей когда есть врачи по внутренним болезням есть врачи по нижним конечностям врачи по верхним конечностям врачи по голове все отдельно происходит но мы должны с вами понимать что и сегодня в общем то конечно в медицине очень многое делается посредством анатомии патологической анатомии в том числе то есть устройство человеческого тела конечно лучше всего изучается с помощью в прозекторских уж чего-чего этого египтяне конечно делали очень много и здесь мы должны сказать что конечно египетские знания при том что до сих пор эти методы обучения медицине являются не просто приемлемыми а существенными минском образовании египтяне конечно на них много чего строили но заметим что кроме этого получалось что в силу связи вот с биоорганическими сооружениями типа мумий большими так сказать познаниями отличались египетские скажем химики взаимодействие биоматериала то есть органических и неорганических соединений при решении задач мумификации при сохранении отдельных органов тела при разнообразном сохранении или изменении цвета при передаче всяких разных особенностей текстового изображения мы с вами понимаем что до того чтобы взять и написать цветным то есть какую-то цветную надпись нужно иметь цветную краску для этого и цветная краска давайте поговорим о простых вещах то есть что такое знание древних египтян в отношении красок например египетские краски понятно что климат египетские особенно египетские краски существуют и до сих пор то есть фрески которые нарисованы египтянами сохраняются до нашего времени вполне прилично можно рассмотреть если они подвергались выветриванию какому-то там стихийному бедствию то вполне себе ничего рассматриваются как например в гробнице нефертари думаете вот совсем простой пример вы думаете что если взять краски например там какие-нибудь уж не знаю что там теперь там маф какой-нибудь вот или еще что-нибудь в этом духе то есть и попробовать ими такое нарисовать то через три тысячи лет вы думаете вы что-нибудь увидите таки нет это вот специфика того что они себе представляли в том числе и устойчивость красок и много чего еще по сочетанию их получения это же касается и чернил многочисленных которые они использовали то что мы называем чернилами материалов для письма и в этом смысле египетская письменность она одним боком свидетельствует о египетских знаниях также как египетская астрономия а с другой стороны свидетельствует и о вот этой вот использую то есть о двоякости египетского существования когда письменность египетская используется в том числе и для общения повседневного и для передачи каких-то знаний не только в загробный мир и не только для общения с богами каких-то знаний информации между собой как обычно называют таких случаях то есть это знание для профанного уровня знания не посвященных огромное количество написанного в египте касается разумеется хозяйственного учета и здесь мы тоже должны себе представлять что для того чтобы вести хозяйственный учет нужно иметь определенную систему знаний один написал второй прочитал но не так что один написал ваня а ты второй прочитал петя грубо говоря если на себе представлять все египетские записи читались в общем по всей стране более-менее одинаково эта система знаний специфического характера и связанная с письменностью в том числе есть недостаточно и просто взять и использовать определенное количество иероглифов их нужно еще использовать таким образом чтобы второй кто-то читает читал понимал их так как ты их написал это казалось бы такая вот проблема которая вроде как и совсем не проблема но вместе с тем те из вас которые сталкивались этой ситуации например в переписке когда одно и то же написанное понимается двумя человек двумя людьми по-разному вроде бы один услышал одно второй другое вот такое например хозяйственные переписки недопустимо они должны были воспринимать это одинаково и это не делается с помощью палки то есть можно сколько угодно вводить какую угодно систему пропаганды с помощью палки вы этого не сделаете египет большая страна то есть нужен протяженная если писец фива что-то написал отправил в мемфис то между фильмами и мемфисом 700 километров 700 километров как вы понимаете он же не в реальном времени паски это сделал то есть поехали там прочитали этот отчет при этом после того как он его написал желательно еще чтобы ему голову не отрубили вместе со всеми теми кто этот отчет составлял поэтому конечно понимаете что подобные вот есть вот эта вот система письма и передачи информации они конечно специфически это же касается египетской литературы то есть да есть вещи которые связаны с царство мертвых все что касается там книги мертвых книги пирамид книги гробниц это касается в основном общение с потусторонним миром и знаний которые имеют трансцендентно условно говоря проникающий характер при всем при этом мы должны себе представлять что есть произведения сочинения которые вот просто египетские когда люди пишут для людей причем не для того чтобы люди потом в потусторонним царствами пользовались как люди собственно в эстетических целях каких-то в литературных то есть хозяйственных художественных как угодно вот есть пороговые вещи вот которым относятся например в случае произведения памятник у пушкина написано подражание грации граций римский поэт рубеж до нашей эры нашей эры пишет экзеги монументом эра перениус регалики сету пирамиду мальциус воздвигни памятник себе на вечные времена царство настоящий выше пирамиды я вам обещал показать давайте я вам сейчас покажу сначала чтобы себе представляли ну маску то вы себе представляете вот она 80 килограммов золота вот эта штука всякими разными добавками но это неинтересно а вот показываю вам сейчас как выглядел то есть с точки зрения всего этого живой но живой так это же их это их проект совместный только это называется проект международный царь тут что она не такая чтобы плоская сильно но вот так он выглядел ничего сейчас я вам покажу как он выглядел до того как но это сколько я понимаю сейчас ситуацию что известно об этом это конечно неправда что он не мог двигаться но проблема в том что то есть там нет он вполне себе просто у него там заболевание было ну вот смотрите как это выглядело до того как хорошо видно одно лицо все вы узнали конечно вот это лицо это лицо это лицо ну насчет швов это отдельно вот скелет 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 вот заполненный череп и соответственно сам тут вот он так выглядит череп заполненный ну а вот он в результате сейчас я посмотрю если тут есть общая фотография его как он тут лежит ну вот сейчас увидите сейчас я вам пронесу покажу посмотрите вот то как они это делали это официальное издание проекта это официальное издание то есть да это их официальное издание NG делал поддержку информационной National Geographic руководитель проекта Захихавас ну а один из моих коллег был там соорганизатором поэтому вся книжка попала ко мне в таком виде значит вот вы себе представляете вот как вы видите вот эту мумию вот эта самая мумия она есть некое средоточие вот представление о том что такое египетское мировоззрение там все вместе собирается и государственное мировоззрение представление о загробном мире это и медицина это и книга мертвых которая пишется для этих самых мумий это и культ фараона соответствующий который связан с сохранением то есть тем что эта мумия дошла до наших дней и сама маска посмертная много килограммов золота что интересно вот прямой вопрос почему нет желающих то есть там копию снять с этой маски еще что-то сделать вы же понимаете сегодня есть некоторые люди которым все равно вот 80 килограммов золота так 80 особенно после недавних событий в некоторых сопредельных странах вот думаю не удивительно было бы но почему то не делают но есть правда проблема потому что ювелирная работа такого такого уровня совсем оказывается и непростой то есть сделать золотую маску тунхамона сегодня просто так вот не получится надо еще подумать есть ли ювелиры которые за это возьмут то есть люди которые работают с таким количеством золота не часто приходится но можно сказать только что некоторых рано от власти отстранили глядишь может быть мы и нашли бы что-нибудь в этом духе пока только до килограммовых додуман что касается вот общих результатов развития египетской цивилизации о чем мы тут говорили предыдущее занятие и сегодня тоже связано с вот с культурой древнего Египта то египтяне в результате вот всего того что мы сегодня знаем кроме всех этих вот эффектных проявлений пирамид тутанхамона который ничего не сделал для Египта но остался в истории в качестве его визитной карточки то есть фактически сегодня как это выглядит что знают о древнем Египте люди в большинстве своем это пирамиды сфинкс и тутанхамон последний ничего не сделал для Египта пирамиды конечно имеют к нему отношение но собственно к египтянам весьма косвенное поскольку памятники они скорее представлениями египтян о чем-то другом а не о себе ну а сфинкс сфинкс это вот как раз представление еще одно религиозное представление особенное которое соединяет в себе некие так сказать элементы присутствия человеческого в нечеловеческом облике то есть когда всякое явление может рассматриваться не как какое-то однобокое имеющее внутри разные составляющие это не только сфинкс но и сфинкс в том числе то есть разговоры о том что это тотем царский или что-то в этом духе еще это разговоры ни о чем и давно были но сегодня тем более сегодня что собственно кроме вот этого осталось нам от древнего Египта и что является неразбавленным итогом влияние египтян в том числе и на наш с вами на последующем то есть что это такое чем мы имеем дело вот как вы думаете что кроме пирамид сфинкса и тут он хамона осталось нам от древнего Египта ну и этого самого памятника о котором стало известно совсем недавно в смысле стихотворения что еще отлично указание инопланетяна еще что например египетская медицина то есть египетская медицина в таком виде в котором она считала в Египте не используется очень много лет во первых традиция была во многом утеряна во вторых ну вы знаете я не думаю что вы вот так вот охотно пошли бы к врачу который работал как египетский медик особенности то есть медицина сама по себе в том виде в котором она существует сейчас с египтянами очень мало связано патологическая анатомия ну да наверное но модификация сегодня как вы знаете в медицине не практикуется в качестве универсальной практики поэтому по большому счету прямой связи нет с египетской медициной но по крайней мере есть люди которые защищают себя науки и чтобы их мумифицировать науке те которые защищают себя науки не это хотят то есть не для этого это делают не из-за мумификации а есть желающие хорошо звучит они сами себя мумифицируют отлично звучит То есть, вот пока до этого, к сожалению, еще не дошло. А вот это было бы неплохо. А вот, это неплохая мысль. Вот именно эта мысль неплохо была бы, чтобы она вот до них тоже дошла. То есть, глядишь, может, это помогло бы во многом. То есть, почему-то у них это, как правило, обычно в отношении самих себя не работает. Они до такого уровня сознания, культ личности внутри недостаточно высок. Надо думать. То есть, желание, то есть, себя замумифицировать, вы имеете в виду. Ну, то есть, желание увидеть свою статую после собственной смерти. Я не думаю, что есть люди, которые всерьез рассматривают тот же самый Мао Цзэдун, например. Его можно всерьез рассматривать как человека, который хотел, чтобы его мумия осталась. То есть, это была его установка. Или там Владимир Ильич Олей. Ну, дело в том, что это вообще не практика. Как вам сказать, диктатор на этот процесс очень мало влияет сам по себе. Его он вообще, надо думать, не очень интересует. Фараон – это одно дело, а тот, кого вы имеете в виду, другое. А вот прижизненную муификацию – это было бы неплохо. Совсем даже хорошо. Ну, так что нам досталось от египтян, кроме прижизненной муификации? Вы мультик этот видели? Все-таки техника другая, надо думать, то есть сегодня. Какие? У Сириуса, когда вы найдете одна миссия полярной звезды? Да что вы? Нет. У Сириуса цикл 1200 лет и на месте полярной звезды он вообще не становится. Он появляется в горизонтальной видении, там его нет. На месте полярной звезды в те времена стоял, вероятно, Тубан, но только чуть пораньше, там 3,5 тысячи лет до нашей эры и со звездей Лебеди. Но это правда, то есть полюс, северный полюс смещается, звездный, но Сириус к этому не имеет отношения, египтяне, сколько говоря, этим не пользуются. Ну, что от Египта, вот кроме этих? Например, что из культуры, кроме пирамид, сквингса и тутенхамома? Египетские? Практически никто из древних народов египетской техникой после них не пользовался. Ну и, кстати, сказать, и в Египте она практически не использовалась после того, как египтяне поменяли мировоззрение в течение времени. Сначала христиане, потом, то есть, да и, собственно, и греко-македонский период уже с проблемой, ну, вот эти боксины, а вот христиане, а потом еще и сверху ислам, какая уж там живопись. В исламе, как вы знаете, вообще есть прямой запрет, а с христианами тоже не все просто, потому что это тоже получается подобие творению. Это вызывает некоторые препятствия религиозного характера. Так что египетская живопись напрямую тоже нет, то есть, она элементов вроде бы нет. А вместе с тем влияние значительное. И вы, конечно, о нем знаете, вопрос только в том, насколько вы понимаете, что египетская. Это не фертит, что ли? Кто из вас ее видел? Сейчас я вам покажу, о чем вы говорите. Если здесь есть, но, по-моему, есть. А там где-то из нас пока. Да-да, я сейчас вам покажу насчет эталона, я посмотрю, что вы скажете. Но я интересуюсь, что там, где находятся остатки их натурных, где они там с миссией не было, а варишься, что это там слез, что вы говорили сначала, что слез инопланетяны? Про инопланетяны говорите? Ну, это, конечно, значительное влияние. То есть, бюст, надо думать, вот этот вы имеете в виду. Во! Оно. Угу. Хорошо. Оно. Сейчас я вам покажу это. Оно без шапки. Ладно, значит, не могу я так быстро ее найти. Чтобы зря не сидеть, я вам покажу, как выглядела ее голова. То есть, это не она, но голова выглядит так же. Это, то есть, сейчас. Вопрос об эталонах. О! Ну, это, да, да. Нет, она и без волосы была, они же не носили волосы. И в шапке нет волос. Вот она, какая волос. Но это не она, это же говорю, есть такая же ее статуя похожая, а это не она, ну, это не важно. Дочка. Нефертитина. Ну, в первых, это бывает раз, но в вторых все-таки... Ну, это к вопросу об эталонах. Ну, все-таки нет, но вопрос это касалось от своего отца, на то, может, и женоподобное тело было. Я этого не слышал. Да бросьте. Эхнатон, это не школьная тема, но, кажется, вот им я рассказывал, что такое эхнатон. Вот. Кто перед нами? Ну, про эхнатон, ну, тут рассказывать надо отдельно, что это такое, как и про реформу эхнатона, если о ней говорить. Ну, что это не... Я бы не сказал, что это, так сказать, первичные знания, которые нужно иметь. И про самого эхнатона, и то, что якобы связано с единобожием в Египте. То есть, все, что могу вам сказать, и вам будет быть понятно, эхнатон едва ли не единственный правитель нового царства, который считал, что армия нужна Египту для того, чтобы решать внутреннюю задачу. Его армия не вышла за пределы Египта, даже не потому, что он не любил воевать, а потому, что свободных войск для походов за границу Египта не было. Армия занималась внутренними задачами. Потому что оказалось, что египтяне чем-то похожи были на некоторых несознательных граждан другой страны, которые не понимали, что построенный государство, то есть руководителями страны заведенный порядок является для них идеальным. Такого количества восстаний всякого разного рода, в том числе и придуманных, какое было при эхнатоне, для Египта вообще было совсем не характерно. Армия у него решала полицейские задачи по всей стране. А насчет того, какой он там был физиологически и физически, могу вам сказать, что вы ошибаетесь сильно насчет того, как и что было. Известно, что он был немного странный на голову, это да. Но это, кстати сказать, в том числе и следствие, вот эта религиозная реформа эхнатона, это следствие его специфического, так сказать, восприятия мира. И это не попытка доказать, что он единственный, то есть, что Атон это зеркальное отражение монархии. Совсем нет, это как кому-то когда-то казалось. Так надо было тогда по правилам, логичнее было бы обожествлять себя, а не вводить культа тона. Во всяком случае, в последующие времена, как вы знаете, почти так оно и выглядело. Как это там, в свое время мне пришлось слышать одну замечательную сентенцию, похожую на символ веры в исламе. Вы помните, как он звучит, символ веры в исламе? Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед пророк его. Символ похож, но звучит немного не так. Нет Бога, кроме Бога, и есть один чуть выше Бога. Вот так, это да. Если бы эхнатон так сделал, было бы понятно. Но он этого не сделал. Поэтому насчет того, что такое эхнатон, и похож он был или не похож, да нет, они такие были. То есть вот похожая есть статуя Нефертити, вот на эту голову, которую вы видите, без шляпы. Поэтому насчет эталонов, да и вообще, понимаете, то есть сложность заключается в том, что египетские фараоны, особенно 18-й династии, это же вырожденцы. Вот вы сказали, что у эхнатона дефекты были. У него много было дефектов. Большая часть этих дефектов, является результатом его биологического происхождения. Можно и так назвать. Но в общем малого генетического пула. Но в общем генетический выбор у него был маловат, и поэтому он вылазил от всяких разных странных, в том числе рецессивных признаков много. Узкий фонд, да, то есть фонд маленький. Но это вот особенность вообще египетских правителей, и, к сожалению, это правило, обязательное правило престола наследия, поэтому абсолютно четко выстроены с точки зрения внутренней логики, в том числе и крупных процессов космического характера. Система престола наследия предполагает, что царская власть передается и по мужской, и по женской линии. Поэтому оптимальный брак – это брак между родными братом и сестрой. В этом случае царское происхождение сохраняется и по той, и по той линии. Но, как вы понимаете, сложность заключается в том, что при таких браках вообще существует проблема какого-либо рождения, не то, что там уже направленного. А кроме того, конечно, то, о чем вы говорите, сегодня нельзя установить наверняка причину смерти Тонхамона по причине того, что хоть он и умер в 17 лет, и раньше считалось, что то его отравили, то его там убили, ни то, ни другое, то есть согласно современным исследованиям, стало причиной его смерти. Раны, которые он получил, да, действительно, там у него были ранения, то есть, возможно, он в каких-то военных действиях участвовал, вот, были у него там и всякие разные следы медикаментозного характера, но ничего из этого не являлось, не могло стать причиной его смерти. Ну, а он вырожденец. Поэтому очень трудно сказать, о чем идет речь, он, вполне возможно, и без ран, дольше бы не прожил. Потому как, извините, биологический ресурс исчерпан был еще в предыдущем поколении. При том, что мы еще и наверняка не знаем, кто его отец. Какое у него происхождение по прямой, то ясно только, что он царской крови. А кто там именно, что-то его знает. Захихавас, вот автор, руководитель этого проекта, пока сидел на должности руководителя Египетского музея древностей, был полностью уверен, что он нашел подтверждение, что тут он хамон, сын Ихнатона. Но это только Захихавас был уверен. Сам себя он убедил. Все остальное, он единственный умел получать подтверждение у мумий, которые ему в письменные показания, видимо, давали. Но таким образом, то есть он их никогда никому не показывал. Был такой советский анекдот насчет исследования мумий, когда Советский Союз попал в Египет с целью оказания братской помощи египетскому народу. Мумия была взята на исследование американцами, одна англичанами, одна попала в Советский Союз. Но те там разные вещи рассказывали, там возраст мумий, рацион мумий, еще что-то. Советский Союз полную биографию с собственноручной подписью. Признался сам. Это вот как раз из этой оперы. Значит, вот фактически, кроме вот таких вещей, как фильм «Мумия», то есть вот якобы египетское влияние, и что там еще, я уж не помню, египетское есть там, еще что-то такое. А, этот, как это там, пятый элемент, что ли, там тоже пирамида, кажется, египетские фокусы. Вот. Есть гораздо более прозаические вещи, очевидно, египетского происхождения. Трупоположение в гробу. Первый пример устойчивого ритуала, это как раз Египет. То есть то, что потом купало в христианство. Причем идея сохранения тела, которое вот имеет место в христианстве, помните, что, в принципе, после суда воскресных, праведники воскресных, остальные пропадут, это идея как раз вот та, которая фактически была заложена египетянами. То есть сам принцип того, почему сохраняется тело, он во многом близок к изначальному египетскому коду. Дальше богоматик с младенцем на руках и христианская символика Езида с гором на руках. Это тоже, в общем, однотипное совершенно изображение, которое имеют в том числе и стилевую генетическую связь по прямой. В христианстве очень много таких вещей, которые есть, вот идея там страшного суда, например, которая действительно есть в египетской традиции, которая с ней связана, видна самосвязь всякая разная. Внимательно посмотрите вот на эту массу. А вам ничего в голову приходит? Что из этого широко распространено сегодня? Нельзя как косметика. А что? Подвозка для глаз. Например, вот, смотрите, видите, внимательно посмотрите, даже в этой ситуации глаза не видите. Видите, нет? То, чем оно подведено, называется колхель. Это минеральное соединение, которое, кстати сказать, со временем почти не выцветает, он черный. Вот, к примеру. Еще. В повседневной жизни. Кстати сказать, широко используется и сегодня, просто что в нашей, как это сказать, в нашей местности кохель, кроме того, что у нас его нет, не очень широко используется в силу там определенно других обстоятельств. Но заметьте, что даже в Индии название, которое, то есть, аналогичной подводке, но она, правда, из другого, делается, она органическая, то есть, полуорганическая, вернее, сурьма, она все равно называется каджал, то есть, от арабского кофе. Значит, вот здесь, да, два символа сверху. Это грифон и змея. Про грифона пока вам ничего не буду говорить, но достаточно сказать, что вот эта змея, то есть, грифон, он там имеет отношение к делу, но тут одной змеи хватит, вот тут урей, кобра, сверху. Кто-нибудь из вас случайно знает, что это такое? Символ этот. Почему фараон носил уреек? Или он родственник змея? О, у него взгляд был, как у змеи. Считалось, что его взгляд, может убить человека. То есть, гипнотизирующий взгляд. Поэтому, вот, сложность заключается именно поэтому с фараоном, то есть, так вот просто пойти и поговорить, желающих особенно не было. Проверять на прочность, убьет или нет, желающих, как правило, не было. То есть, вот этот урей, он, то есть, змея, кобра. Ну, а грифон, это его воинские заслуги, то есть, на поле боя, но это тоже, в общем, понятное дело, то есть, он как будто летает по полю боя, сражается, и как, и в пешем строю, и как птица. поэтому с ним, то есть, если он сам не захочет с ним разговаривать, это только были специальные слуги фараона, то есть, особо доверенные лица фараона, которые с ним разговаривали, которые, как правило, были, ну, то есть, это работа по социальному положению, их не жалко было. Вот он мог подойти и обратить на себя внимание фараона. Ну, убьет, ну, значит, убьет. Ну, при том, что, как вы понимаете, он мог убить еще и по другой причине. То есть, просто, ну, кто из вас читал египетские сказки? Хоть какие-нибудь. Египетские сюжеты оказались живучими, как выяснилось. Но, по какой-то причине неинтересно их объяснять, просто так, надо бы, чтобы вы почитали сами. Если будет желание, сказки, это не фокус великий, они на русском языке есть, сказки и повести древнего Египта. Возьмите, почитайте. Узнаете для себя много интересного с точки зрения того, что вы считали бы, там, русской сказкой, белорусской сказкой. Оказывается, вот, не русская, не белорусская. Так самое, именно есть, египетская сказка. Особенно это касается бытовых сказок. Всяких разных. То есть, идеи, которые в египетских сказках есть, они оказались живучи. Настолько живучи, что они распространились и потом. за пределы Египта.